Всем привет! После продолжительного прослушивания K9 Pro SS я хотел рассказать немного о своем опыте использования данного девайса. Как всегда у нас подключение по USB и сугубо настольное использование. Различного рода документацию тоже можно найти в интернете, так что перейдем к самому интересному. Начнем сразу с минусов. Первый минус это цена относительно K9. Здесь мне сказать нечего, так как разница в звуке есть и тут каждый уже решит для себя стоит ли это разница этих денег. Второй момент это нагрев. Если K9 после продолжительной работы максимум теплый, то K9 Pro SS я могу называть горячим, а сейчас даже не лето. Нужно посмотреть с температурами что будет дальше. Теперь перейдем к самому интересному это звук. Представьте что с одной стороны у нас K7 фановый, басовый, но не самый детализированный звук. С другой стороны K9 на сабрах это аналитический холодный звук с детализацией, местами завышенными высокими, который разделывает треки с плохим сведением, что ослаждаться музыкой уже сложно. K9 Pro SS представляет собой микс аналитики и фанового звучания. Если сравнивать с K9, где жаловался на бас Арии через серебро, то в K9 Pro SS он стал более динамичным и с панчем. Высокие на K9 Pro тоже более собраны и не позволяют себе лишнего, когда у K9 они более яркие. Парадокс заключается в том, что K9 Pro SS звучит более весело, динамично, не только сохраняя при этом аналитическую часть, но превосходит K9 в разделении инструментов, визуализации и в целом более чистой музыкальной подаче. Могу сказать так, после прослушивания K9 Pro SS нет пути назад. Обычный K9 на сабрах звучит как унылое аналитическое говно. Я просто не вижу особого смысла в K9, но это не относится к новому K9 AKM, так как я его не слушал. В целом по наушникам скажу, что XS, Aria и HD560S звучат шикарно, а вот Bayer DT770 и DT900 Pro X неприятно песочат своими фирменными верхами, как на K9, так и на K9 Pro SS. Подводя итог, могу сказать, что K9 Pro SS – это идеальный микс музыкального звучания и аналитики. У меня первая мысль была во время прослушивания, что музыка звучала как нужно, детализирована, в то же время музыкально. Если все описать одним словом, бескомпромиссно. Что касается моего пути по линейке продуктов FIA, то скажу следующее. K5 Pro SS сложно рекомендовать и воспринимать, когда есть K11 и чуть добавив денег можно взять K7. K7 – более серьезный девайс с балансной топологией, который может раскачать не самые тугие планары, а AKM ЦАП выдаст приятное музыкальное звучание. K9 можно пропустить, так как я не могу воспринимать его существование после прослушивания K9 Pro SS. K9 AKM – не слушал, но я думаю, что это более технически прокачанный K7 и прямой конкурент для K9. K9 Pro SS – как я говорил ранее, звучит бескомпромиссно, но все равно я нахожу звучание K7 на AKM более музыкальным и расслабленным. Как я говорил ранее в своих видео, некоторым слушателям не нужна правда о том, что их любимая музыка оказывается не так хорошо звучит, как они думали раньше. На этом у меня все, с вами был Evil, всем пока!